А что если Роман Павлюченко смог бы раскрыться полностью в Европе и побороться за действительно сильные трофеи? Впервые он был замечен в игре FIFA 2008, ему тогда уже было 25 лет, а рейтинг всего 64. Но уже в следующем году его подняли до 81, а потенциал ни много ни мало 87. Поэтому за основу мы возьмем 25-летнего с рейтингом 64 с выставленным потенциалом 87. За 10 лет с 2008 года у Павлюченко 78 забитых мячей и 21 голевая передача, а вот трофеев всего один. И тот с локомотивом. Колесо Фортуны будет выбирать клуб для Павлюченко и на следующий год у него будет шанс 50% в нем остаться. Команды в Колесе будут меняться в зависимости от того, насколько прогрессирует игрок. В начале сезона будет покупаться один игрок, который заменит самую слабую позицию в клубе. При условии, что он должен быть той же национальности, что и чемпионат, и в среднем подходить клубу по рейтингу. Но мы отправляемся на поиски первой команды. И это Валенсиен, второй дивизион Франции, меняет одних красно-белых на других. А лицо Павлюченко взял коллплея. На всякий случай оставлю ссылку на группу ВКонтакте в описании. Там много чего интересного можно найти. Да уж, статистика в 25 лет выглядит ну такое. Зато в составе пришелся ко двору самое слабое звено Галкипер. Подписываем новичка с рейтингом 67. Вот так выглядит состав на этот сезон у Валенсиена. Сомнительно. Посмотрим на результаты. И шестая строчка до пятой слишком далеко. В целом неплохой сезон для этой команды. Кубки Франции лишь по пенальти уступили в 1-16 Лилю. Это достойно уважения. Лигу чемпионов в этом году забирает Мадридский Реал. Ну а мы посмотрим на статистику игроков. Фуууу, неплохой сезончик. 15 плюс 7 у Павлюченко. Отыграл аж 38 игр. Лучший бомбардир в команде. После первого сезона на счету Павлюченко 15 мячей, 7 голевых, 0 трофеев. Посмотрим, сможет ли он вывести Валенсиен в первый дивизион Франции или же сменит клуб. Гавр. Он остается во Франции, но переходит в команду посильнее. А Гавр, кстати, вылетел из первого дивизиона Франции и отправляется во второй. Так что, по сути, где были, там и остались. За Павлюченко пришлось отдать 8 миллионов евро. И здесь он неплохо так вписался в состав. Нужно заменить только позицию правого полузащитника. Так как она самая слабая и, в принципе, отсутствует. Баква за 11 миллионов. Вот, теперь все выглядит хорошо. Павлюченко сыграет в связке с Кузяевым. Среди номинантов на золотой мяч два игрока из Матридского Реала. Все-таки они Лигу чемпионов взяли. И один из них, Венисиус, становится обладателем. Смотрим на результаты. Первый трофей Романа Павлюченко Гавр очень легко взял вторую Лигу Франции. И стремительно возвращается обратно. 17 очков отрыв. А вот в 1-16 финала Кубка Франции как раз Валенсиену и проиграли по пенальти. Вот так свела судьба. Что по статистике, отлично еще один сезон. Растет в рейтинге как на дрожжах. 23 плюс 3 за этот сезон. Они с Фернандезом так же, как и в команде лучшие бомбардиры в Лиге. Правда у Романа на 4 меньше. 2 сезона позади. В сумме 38 забитых мячей и 10 голевых. Один трофей появился. Хоть это и 2-я Лига Франции. Посмотрим, что покажет Колесо. И он меняет клуб опять. Меняет Францию на Испанию. Реал Соседат. Занял четвертую строчку. А это значит будет Лига чемпионов. За него уже отдали 32 миллиона евро. В составе как раз не хватало нападающего. А здесь еще и на атакующем полузащитнике Ройс. А под ним Лемар. Интересно. Но главная проблемная позиция голкипер. Поэтому берем из Байера. За 44 миллиона новичка. Испанец с рейтингом 84. И вот так выглядит состав. Слева от Павлюченко играет Захарян. В прошлой команде был Кузяев. А тут опять соотечественник. Среди номинантов аж 3 игрока Манчестер Сити. И один из них это Эрлинг Холланд. Который забирает трофей. Результаты сезона. Реал Соседат лишь четвертый. Что касается Кубка Испании. Лиганес в полуфинале выбил Соседат. Лига чемпионов неудачно прошла. Лишь третье место и вылет Лигу Европы. Лигу чемпионов забирает Бавария. И так что у нас получилось в Лиге Европы. В первом раунде обыграли еле-еле Паук 3-2. Далее с таким же счетом очень на тоненького Рейнджерс. А вот в четверть финале проскочить Порту не получилось. Общий счет 5-3. Соседат вылетает. А Лигу Европы забирает в итоге Рома. Обыграв в финале Фенербахче. Посмотрим на статистику. Ну как-то скудненько. Всего 15 плюс 2. Что касается бомбардиров. Виктор Асимхен наш 30 мячей наколотил за Мадрид. Третий сезон. В сумме 53 мяча забито. И 12 голевых отдано. Все еще один трофей. Отправляемся на поиски контракта. И это все еще Соседат. Чуть не перешел в Бормут. Ну а здесь самое слабое звено правый защитник. И на это место приходит Педро Поро из ПСЖ за 66 миллионов. Ройс уже не проходит в основной состав. Всего 76. Среди номинантов на золотой мяч появились Кейн и Лоутаро. Но его все равно забирает Венисиус. Хотя Виктор в прошлом сезоне очень сильно отличился. Смотрим результаты сезона. Ой, аж пятая строчка у Соседата. Как-то все хуже и хуже. И в Кубке Испании еще на более раннем этапе вылетели от Хитафи. А зато в Лиге Чемпионов как все интересно получается. Вышли с первого места из группы допустив всего одно поражение. 1-8 финала обыграли Вольсбург 3-1. Но вот в четвертьфинале нынешний чемпион Ла Лиги все-таки выбил Реал Соседат. Как итог, Атлетика Мадрид дошли до финала, но уступили ПСЖ. Которые, кстати, заняли второе место в нашей группе. Статистика игроков Уу, но Павлюченко уже превысил свой потенциал. Аж 88 стал, 51 игра, 29 плюс 5. Тренера по нападению очень хорошо с ним поработали. А в Ла Лиге опять Виктор на первом месте. Но тут уже все подбираются поближе Павлюченко третий. 4 сезона позади, 82 забитых мяча, 17 голевых, 1 трофей, все тот же. Крутим колесо в поисках контракта, еще один сезон за Соседат. Здесь самое слабое звено, ну левый защитник. И покупаем Франк Гарсия с рейтингом 85. И вот так выглядит состав, он очень силен. Прям вот приятно глазу. Ройс уже 72. Среди номинатов вновь три игрока Манчестер Сити. Но его забирает не один из них, а Киллиан Бапе. Результаты сезона. Уууу, Соседат, ну не зря, не зря я говорил, что состав очень приятно выглядит. Все-таки взяли Ла Лигу на два очка, обойдя Барселону. Тут и Кубок Испании, тоже с Барсой был в финал и опять победа. Лигу чемпионов, кстати, забрал Дортмунд. Эх, а Ройс оттуда ушел. Ну а Соседат был в Лиге Европы. Что тут получилось? Первое место в группе. Без каких-либо проблем. Одна восьмая финала. Ну, Зальцбург не соперник. 4-1. А вот в четвертьфинале было очень тяжело. Здесь оказался Ливеркузен. 3-2, еле-еле. В полуфинале тоже непростой соперник. Ницца. Опять 3-2. Ну и финал против Ромы. Ух, 2-0. Ни одного мяча не пропустили. Еврокубок в кармане у Павлюченко. Что по статистике игроков? Он еще плюс 2 прибавил в 30 лет. 56 игр. 37 плюс 0. Ни одной голевой передачи. Зато наколотил 37 мячей. Стал лучшим бомбардиром с запасом в 5 мячей в Ла Лиге. Экватор. 5 сезонов посади. 119 забитых мячей. 17 голевых. В этот раз уже 4 трофея. Удачный сезон. Отправляемся на поиски контракта. Пул команд уже сильно поменялся. Но, тем не менее, все равно Реал Соседат. Уже четвертый сезон. Благодаря успехам команды все просто развиваются сумасшедшим образом. Особенно атакующая тройка. Захариан 90. Так и Фуса 91. Ну, а самым слабым звеном тут у нас является Лемар, которому уже 32 года. На его место берем достаточно высокорейтингового игрока. Что по номинантам здесь аж 3 игрока из Соседата. И Киллиан. Оу, как неожиданно. Первый золотой мяч уходит Роману Павлюченко. Даже катсцену не показали. Что очень странно. Смотрим результаты сезона. Оу, одного очка опять не хватило. Да что ж это за напасть такая. Все время не хватает какого-то очка. Причем разница мячей у Соседата больше. Чуть-чуть не хватило на второе чемпионство. Вылетели в Суперкубки от Валенсии. Но зато хотя бы Кубок Испании забрали. Обыграв 3-2 Мадридский Реал в финале. И без каких-либо проблем Суперкубок забрали обыграв Дортмунд, который в прошлом году выиграл Лигу Чемпионов. Вот тогда. И опять же к Лиге Чемпионов первое место в группе. 1-8 финала встретились вновь с Ромой как прошлогодний финал в Лиге Европы. 4-2 общий счет. Четверть в финале уже разобрались с Манчестер Сити. 5-3. О-о-оу, поаккуратнее полуфинал. Не заметили Арсенал. 4-1 общий счет. И будет встреча с Ливерпулем. Ну, по составу, что можно сказать? Я все-таки думаю, что у Соседата он намного лучше. Посмотрим результаты этой встречи. Ни одного забитого мяча за 120 минут. Ни одного до серии пенальти дотерпели. Где Соседат оказался сильнее 3-2. Но какое уже у них было преимущество? Удары, моменты. Ливерпуль просто сидел в обороне. Ну, а Павлюченко можно поздравить с первой Лигой Чемпионов. Хотя он чуть все не заруинил, первым же не забив пенальти. Перейдем к статистике игроков. Ой, как еще лучше, чем предыдущий сезон выдал. 43 плюс 1. В 31 год он все еще прибавляет потихоньку. Это и вправду удивительно. Что по бомбардирам, естественно, он на первом месте. А вот в Лиге Чемпионов лишь на седьмом. 6 сезонов позади, 162 забитых мяча, 18 голевых, 7 трофеев и золотой мяч пошел. Отправляемся на поиски следующего контракта. Да ну опять Соседат. Пятый сезон уже. Легенда клуба. Состав здесь просто сумасшедший. Будем менять Мендеза в центре. И кто придет на его место? Это Гави забрали его из Нью-Касла. Рейтинг 90. И так выглядит состав на этот сезон. Среди номинантов опять Павлюченко и Куба. И вновь не показали никакой катсцены. Но это второй подряд золотой мяч у Павлюченко. Посмотрим на результаты сезона. Ооо, ну вот вернули себе чемпионство. Причем еще более уверенно, чем в позапрошлом сезоне. 9 очков отрыв от Реала. Всего 3 поражения за сезон. И суперкубок обыграли, как разгромили-то Реал. 4-1. А вот в Кубке Испании уступили в четвертьфинале Севильи. И международный суперкубок тоже проиграли, уступив ПСЖ со счетом 3-1. Обидно. Что в Лиге Чемпионов тяжелый выход из группы. Но все равно с первого места. И сразу же влетели Ливерпулю в 1-8 финала. Сразу же с ходу. В итоге в финале Лиги Чемпионов победу одержал Байер со счетом 2-1. А Лонса на высоте. Что по статистике, 31 плюс 2 и уже минус в рейтинге. Ну 32 года как-никак. Тем не менее, все еще лучший бомбардир в Ла Лиге. 7 сезонов позади, 193 мяча и 20 голевых. 9 трофеев. Посмотрим на следующий контракт. Неужели будет опять Соседат? Нет, это Бавария. Ну, стал падать в рейтинге и его потихонечку сместили. А Бавария, кстати, первую строчку заняла в прошлом сезоне. Итак, легенда Соседада приехала в Германию. За него пришлось отдать 150 миллионов. 32-то года. Здесь самое слабое звено опорник. Очень сложно найти таких игроков среди немцев. Поэтому за 42 миллиона с рейтингом всего 84 новичок. Но это лучше, чем 80. Среди номинантов уже нету Павлюченко. Хотя он провел хорошо прошлый сезон. Есть Куба и Захарян. Помимо этого Фоден и Эрлинг из Манчестер Сити. И как раз Холланду достался золотой мяч. Посмотрим результаты сезона. Ой, аж третья строчка. А что так слабо-то? Лейпциг в этом году стал чемпионом. Так, ну, Суперкубок Германии у них мы и забрали. 3-0. И Кубок Германии тоже выиграли. Очень хорошо. Лига чемпионов. Первое место в группе. Есть надежда на еще одну. Но нет. А ступились в 1-8 финала. Барселона одержала верх 3-1. Эх, я думал, что Бавария поборется. Как итог сосед, да, отвзял лигу чемпионов. Да уж, из этой команды сделали монстра. Статистика сезона. Павлюченко лучший в Бабарии. 28 плюс 1. Но лишь третье место в списке бомбардиров в Бундеслиге. После 8 сезонов. 221 забитый мяч и 21 голевая передача. 11 трофеев. Пул клубов поменялся. Возраст все-таки берет свое. И можно заработать деньжат Саудовской Аравии или МЛС. Но он решил остаться в Европе. Это Аякс. Почилить в Нидерландах. И Аякс, кстати, четвертое место лишь в лиге занял. Надо им подниматься выше. Встречают ветерана со всеми почестями. Отдали за него 80 миллионов. Бавария, конечно, сильно прогорела. В составе самое славое звено. Левый защитник. Его и заменим. Приходит Хартман. Рейтинг 83. И вот так выглядит состав на этот сезон. Среди номинантов, кстати, Кубо, Захарян, Баппе и Холланд. Так и Фуса забирает золотой мяч. Все-таки Соседа от Сила. Что у нас в сезоне? Аяк стал чемпионом. 6 очков отрыв от Фейнорда. И Кубок страны тоже забрали, обыграв ПСВ в финале. Отличный сезон. Соседа, кстати, второй год подряд забирает Лигу Чемпионов. В этот раз в финале обыграл Манчестер Сити. Что за команда? А вот Аякс в Лиге Европы был. Первое место в группе. 1-8 финала. Тяжко было против Астанвиллы. 3-2. Четверть финала. Такой же счет тоже против Лацио. Полуфинал был против Ньюкасла. Аж 9-8 по пенальти. Вот это была встреча. Во втором полуфинале Рен оказался сильнее Ливерпуля. И в финал Аякс вообще не испытал никаких проблем против Рена. С Ньюкаслом было гораздо сложнее. По сути сыграли свой финал в полуфинале. Переходим к статистике игроков. Ой, 44 плюс 0. Да, минус 2 в рейтинге. 34 года. Но 44 плюс 0. Это его лучший сезон по забитым мячам. Естественно, он станет лучшим бомбардиром Лиги. Аж на 11 мячей обошел ближайшего преследователя. И в Лиге Европы тоже на первом месте. После 9 сезонов 265 забитых мячей, 21 голевая передача и 14 трофеев. Заключительный 10 сезон Аякс. И куда-нибудь заработать деньжат. Все-таки Аякс. Будем менять центрального полузащитника. Тут у него рейтинг 76. Пришлось потратиться аж на 38 миллионов евро. За рейтинг-то 81. Среди номинантов опять два игрока Сосиедада. Но еще Эрлинг и Венисиус. В этот раз Эрлинг забирает результаты сезона. А че так плохо-то? Третье место у Аякса. Что-то не задалось. Кубок страны дошли до финала. Проиграли 2-1. Что ты будешь делать? И суперкубок международный. И уступились Сосиедаду. Павлюченко встретился со своим бывшим клубом. Ну и Лига чемпионов. Аякс не вышел из группы. А вылетает в Лигу Европы. Повезло, могли вообще никуда не выйти. По 6 очков с Элтиком. А в этом году в финале Сити одержали верх над Наполе. Лига Европы еле-еле прошли Ласк. 1-8 финала. Как здесь оказалось Барселона. 5-1. Просто катком прошлись. Не повезло Аяксу с соперником Барса, кстати, дошла до финала и выиграла его, обыграв Порту 2-1. Статистика сезона. Еще минус 2 в рейтинге у Павлюченко, но это ему не мешает быть лучшим в команде. 25 плюс 2. Последний сезон лучший бомбардир лиги. Среди номинантов на золотой мяч уже 3 игрока Сити и Захарян, но его забирает Эрлинг Холланд. Все 10 сезонов позади в сумме 290 забитых мячей, 23 голевые передачи. И плюсом к этому 2 золотых мяча. По сравнению с реальной жизнью в этот раз удалось побить все 3 показателя. Даже голевые передачи. Хоть и всего на 2. При том, что Павлюченко очень старался, очень старался этого не сделать. В двух сезонах у него 0 голевых. Упор был на забитые мячи. Но про трофеи я вообще молчу, а уж тем более про золотые мячи. Вот такая история у нас получилась с Романом Павлюченко. Ну а на этом все. Скоро увидимся.